Оказывается, Мария Бутина однажды ужинала с руководителем Российского центра науки и культуры Олегом Жигановым. Собственно, это и посчитали свидетельством ее причастности к шпионажу, написали корреспонденты издания «Политика». Бутина встретилась с Жигановым в Вашингтоне. Власти США считают, что эта встреча – одно из нескольких доказательств того, что девушку нельзя отпускать под залог. Адвокат Марии подобные заявления опроверг, сказав, что это был просто ужин, а Жиганова Бутина могла знать по мероприятиям в посольстве. Семь человек получили травмы различной степени тяжести в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в выходные между Троицком и Косихой. Здесь столкнулись сразу три автомобиля, сообщает комсомольская правда Барнаул. На место ДТП выезжали несколько карет скорой помощи. Пострадавшие, среди которых двое несовершеннолетних детей, были госпитализированы. В последнее время на этой трассе стало очень сложно ездить, только и успеваешь уворачиваться от встречки, написал в комментариях к новости один из подписчиков известного паблика Барнаул-22. На тараканов в городской больнице жалуются жители Барнаула, сообщает Политсибрус со ссылкой на инцидент Барнаул. Тараканы уже стали постоянными обитателями медицинского учреждения под номером 8. Они ползают по раковине, в холодильнике, в постели и вообще везде. Горожане предполагают, что причиной нашествия могло стать неправильное хранение продуктов в палатах. Татьяна Голубева, Наши новости.